Помогают ли позитивные мысли и позитивное мышление? Очень помогает. Вообще есть целое направление психотерапии, так называемая позитивная психотерапия, которая обучает разглядывать разные ситуации с разных сторон и находить позитивную составляющую этого дела и радоваться позитивному. Это правильно. Другое дело, что иногда надо что-то менять в жизни и предпринимать соответствующие шаги, а иногда ситуации более неприятные и одними только положительными сторонами не обходятся, и надо находить способы приводить себя в порядок, не только позитив. Есть люди, которые всегда спокойны и их ничего не бесит. Это можно натренировать? Натренировать можно разные психические состояния. Мы очень талантливо тренируем тревогу, раздражение, обиду и прочее. Но точно так же можно тренировать и другие эмоциональные состояния. Чувство интереса, любопытства. Можно тренировать чувство радости. Можно тренировать чувство спокойного, гармоничного восприятия в общем, не всегда однозначных ситуаций. Это можно сделать. Просто одно мы тренируем, потому что легче, но потом хуже. А это можно тренировать сначала будет непросто, а потом будет хорошо. Является ли битбокс умственной жвачкой? Ой, а я не знаю, я сдаюсь. Наконец нашелся вопрос, на который я не знаю, что сказать. Как не переживать из-за пустяков? Из-за пустяков дело в том, что дело не в пустяках. Дело в том, как наш психический аппарат функционирует. Могут быть очень серьезные вещи, которые мы начинаем воспринимать как пустяки. А могут быть вообще ничто. Но мы на ровном месте все равно находим возможности, из-за чего потревожиться, попереживать и так далее. В нашей голове достаточно ссора, мусора и прочего хлама, который позволяет и так переживать. Поэтому в любом случае рецепт будет один и тот же. Наши эмоции создаются с помощью определенных психических механизмов. От мышечного напряжения, концентрации внимания, направленности его и рациональных убеждений. Работа с каждым из этих составляющих, что мы делаем, например, на курсе «Шаг за шагом», позволяет с любым вот таким безобразием справиться. Чувство юмора – залог душевного равновесия? Ну, мне чувство юмора помогает. Хотя знаю много очень депрессивных, не депрессивных, а как… Ну да, депрессивных людей, которые… А может, и мне помогает тоже. Ну, нормально. Смейтесь, юморите. Я поддерживаю. Как научиться отпускать людей? Ну, я думаю, что речь идет о психологическом отпускании, да, потому что так их сильно не привяжешь. Ну, так как батареи, если… Ну, вот, но они визжат, вот. Говорю так, как будто знают. Ну, думаю, они вот так себя примерно чувствуют. Вот. Они, свободные люди, могут уходить. И здесь дальше вопрос наших собственных ожиданий. Вот. Часто мы ожидаем от людей, что они, ну, ответят нам взаимностью на какие-то наши чувства, на поступки, которые мы им сделали, там, и так далее. Но они другие люди. И это очень важно понять. Как только вы поймете, что человек, который ушел или оставил вас вот в этом состоянии, он это сделал именно потому, что он не способен дать вам то, что вам нужно, вот, вы перестанете ожидать от него этого. И он уйдет из вашего внутреннего мира. Но до тех пор, пока у вас где-то сидит червь, который говорит, все-таки этот человек может мне дать то, что я ищу, вы будете находиться в зависимости. Но вы поймите, если бы он мог, если бы это было возможно, то это бы произошло. Вот. А сейчас вы пытаетесь натянуть сову на глобус. Сова страдает. Как перестать бояться изменить свою жизнь? Здесь вот вопрос, понимаете, менять нужно голову. То, что в голове устроено. Вот. Есть люди, которые думают, что они изменят внешние обстоятельства. Вот там впадут в какой-нибудь дауншифтинг. Или наоборот, значит, себя в какой-нибудь специальный зон дискомфорта отправят ощущение и так далее. И что-то поменяется. Это неконструктивное действие. Нужно начинать с того, что вы научаетесь управлять собственной головой, потоком мыслей, внутренним эмоциональным состоянием. После того, как вы это можете делать, вы можете принять рациональные решения о том, что вам следует делать, что вам во внешнем мире, какие решения предпринять и так далее. Ошибочно сначала все менять вокруг, а потом рассчитывать, что мозг встанет на место. Понимаете, он, скорее всего, совсем съездит с катушек. Поэтому сначала с головой. Что отвечать на совет? Просто не думай об этом. Значит, ну, я понимаю, как это может раздражать. И вообще так устроен наш мозг, что когда мы из-за чего-то тревожимся, то попытки нас успокоить зачастую действуют обратным образом. Это так называемый принцип доминанта. Который Алексей Алексеевич Ухтамский в свое время сформулировал. Поэтому, с одной стороны, не давайте советов, которые вы сами не можете реализовать. Если вы сами можете остановить, не нервничай. Если вы сами можете свое нервничай остановить, ну, давайте такой совет. Если не можете, то не давайте. А второе, значит, если у вас есть ситуация, при которой вы хотите нормализовать свое душевное состояние, не рассчитывайте на других людей. Значит, к сожалению, то, что вот наши эмоциональные состояния в нас возникают. Да, раньше это были родители, которые могли прийти, успокоить, поддержать и так далее. Когда у вас уже зрелая взрослая психика, не ждите от других людей, что они помогут вам как-то хорошо себя чувствовать. Обязательно возьмите на себя ответственность за собственные чувства, за собственное мациональное состояние и работайте над ним системно. Тогда и другим советом что они вам дадут. Только будут учиться у вас, восхищаться, говорите, боже, боже, как вы умеете себя контролировать. Из-за чего тревожится Андрей Курпатов? Значит, вот смотрите, тревожится это невротическое состояние, когда вы прогнозируете какие-то события, которые вас пугают. Значит, ну, чем занимается Андрей Курпатов? Значит, он занимается тем, что он обучает и сам в процессе учится и развивает это направление эффективного целенаправленного мышления. Когда вы используете механизмы целенаправленного мышления, вы можете создавать такое, так структурировать ситуацию, что вы будете знать, что вам делать на каждом шаге происходящих событий. Я не тревожусь невротически, я знаю, за каким поворотом, действием и так далее, что я должен буду предпринять. И поэтому я не чувствую себя бессильным, потому что тревога – это бессилие. Я чувствую себя сильным, я чувствую себя уверенным, но я могу находиться в напряжении, потому что я знаю, что мне нужно выполнить определенные маневры, что-то сделать, о чем-то подумать, что-то предусмотреть, какие-то шаги предпринять и так далее. Это конструктивное использование психической энергии, которому я обучаю всех, самого себя. Потому что если бы на мне не работало, я бы, честное слово, никому не порекомендовал. А я всё. Пока-пока! Меня отпустили.